88 футовая свобода спунера часть парусного флота военно-морской академии соединенных штатов и первая команда для мичмана джеймса младшего уровня подгоняемый ветром она плыла по соленым морям земли под своим молодым шкипером через 13 лет после окончания университета в 1952 году ловил отправится в космическое море вакуума движимая пламенем ракет форман и левил установит мировой рекорд по человека часам в космосе а также завершат множество научных экспериментов и примут участие в первом рандеву человека с другими людьми в космосе но путешествие от мичмана до астронавта это здорово по окончании школы левил прошел летную подготовку и стал морским летчиком и летчиком испытателем он накопил 3 800 часов налета 2800 часов на реактивных самолетах в 1962 году он был одним из девяти мужчин из более чем 200 чтобы пережить интенсивный отбор и стать членом второй группы астронавтов он перевез свою жену и четверых детей в дом на берегу каналов timber cove штат техас недалеко от центра космических аппаратов man недалеко от хьюстона хотя его расписание астронавта оставляла ему мало свободного времени он тем не менее старался проводить как можно больше времени со своей семьей он и его группа прошли общую подготовку необходимую каждому астронавту от класса до экскурсии от тренажера до центрифуги уровень джина учился жить и работать в космосе его первое задание на полет было с фрэнком барманом в качестве резервного экипажа для джима макдевита и эда уайта на джемини 4 джим тренировался с эдом уайтом для того что должно было стать одним из самых гордых моментов в соединенных штатах уайт теперь прославился прогулкой в космосе с успешным завершением джеминай для мормона и левел начал обучение в качестве основного экипажа для джеминай 7 это должен был быть самый длинный полет человека на земле почти за две недели было много предположений о том что произойдет с человеком за пределами защитной атмосферы земли в искусственной среде не жди джен левел сделала эти исторические снимки первого рандеву между двумя космическими кораблями 330 часов и 35 минут бригадир и левел возвращаются из самого длительного пилотируемого космического полета джемини с новым мировым рекордом выносливости но джим левел не мог остановиться на достижениях близнецов 7 его сразу же назначили командным пилотом дублирующего экипажа джемини 9а со своим пилотом эдвином базом олгрином даже когда астронавты стаффорд и сёрнан спустились после близнецов 9 джин левел готовился к своему следующему полету близнецы 12 лет последний полет программы джемини 11 ноября 1966 года меньше чем через год после того как близнецы 7 левел и бас олдрин вошли в свой космический корабль в 346 часов вечера по восточному стандартному времени взлетел последний близнец это был напряженный полет для джима левел а экспериментальные методы ранних миссий были доказаны как действующие когда он ступил на палубу спасательного корабля левел провел в космосе больше времени чем любой другой человек теперь пришло время для аполлона уровень был назван пилотом резервного командного модуля для третьего полета человека аполлон это должен был быть самый длинный перерыв который у него был между рейсами и еще одна честь должна была прийти его назначили советником президента по физической культуре и спорту но долгого перерыва между рейсами не должно было быть майкл коллинз был главным членом экипажа джим отступал выяснилось что коллинзу потребовалась операция по удалению костной шпоры шеи это было несерьезно но коллинз был вне основной команды а джим левел был на и был добавлен еще один фактор это был уже не третий полет человека на аполлоне а второй первый полет на гигантской ракете сатурн 5 лун с командиром космического корабля фрэнком форманом и пилотом лунного модуля уильямом андерсон левел начал интенсивную программу тренировок семь дней в неделю потому что был еще один фактор который привел аполлон 7 к определенному успеху аполлон 8 теперь получил разрешение лететь на луну и вращаться вокруг нее человек ответственный за навигацию в этом полумиллионном путешествии джим левел говорят что если ты хочешь что-то сделать отдай это занятому человеку в случае с джином левел сам это всегда было доказано от шхуны до космического корабля уровень вышел на границу теперь со своим обычным хорошим настроением и энтузиазмом джим левел отправляется в свое следующее путешествие и 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